здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и хочу вас поблагодарить от всего сердца за вашу активность под моим предыдущим видео по этой парочке я начала разбирать и их и не все манипуляции удалось осмотр рассмотреть вместе с вами сейчас мы с вами продолжим это делать потому что тем более здесь у нас так много этих манипуляций так много всяких уловок хитрости и приемчиков которые я бы хотела с вами разобрать ну давайте для начала просто посмеемся потому что вот таких вот комичных просто моментов было огромное количество эти три часа были для меня конечно испытанием и если вы собираетесь смотреть это интервью то обязательно садитесь поудобнее чтобы вам не упасть от смеха потому что ну такой чуши вы давно не слышали давайте начнем первый фрагмент пришли ребята которые ты израиль весь за нас и вот все сейчас идет разделение мы сейчас вступаем в ту фазу когда вот господь между нами уже положил меч вот то что происходит с израилем и на сегодняшний день мир будет делиться на 2 1 за господа иисуса христа другой за сатану о как интересно а получается что вместе с нами за господа иисуса христа будет и хамас что ли молиться насколько я знаю их вера другая и у них там другие пророки да вот и иисуса христа там не особо уважают нет но уважают конечно но вот в их религии это это не главный святой как у нас а я я вообще не знаю может я чего-то не знаю объясните мне в комментариях пожалуйста что он имел в виду может быть я что-то не знаю может я недостаточно хорошо в этом смысле образована поэтому объясните мне пожалуйста если я что-то не так понимаю но быть на стороне хамас я как бы совсем не хочу и ну да хотя хотя это меня никто не спросил да а за меня уже решил наш верховный главнокомандующий да именно тоже определяться брат как можно быстрее о и свидетели иеговы подошли векушка решила вставить свои пять копеек и завербовать еще и дудя на свою сторону да в свою секту затащить но этим плюшки будут правильно быстрее нет может не быть ни у тебя ни у меня о как о как завтра может не быть вообще такие фразочки прям знаете устрашающие ты можешь не дожить до завтра если ты сейчас не согласишься ну сразу запугивает да но здесь я вам предлагаю насладиться лицом дудя когда смеяться хочется но смеяться нельзя конечно мы с вами в шикарном положении мы можем просто от души над этим поржать юрий лицом к это этого был лишен но давайте смотреть да да конечно его лицо они лечат лечат изо всех сил лечат и завлекают его своими плюшками да конечно очень очень интересно особенно то что у нас всех на сторону хамас перри перевел да значит следующий момент конечно и знаете одно общее во всех их манипуляциях которые были в течение этих трех часов первым пунктом идет всегда обесценивание вопроса или вопрошающего поэтому вот столько нападок на юрия было потому что для них в первую очередь как манипулятор действует манипулятору не надо быть очень умным или очень образованным ему нужно просто освоить некоторые манипулятивные приемы и вот в данном случае эти два товарища очень хорошо пользуются манипуляциями вот и вся их как говорится хваленая эрудиция в этом и заключается потому что там и по поводу прочтенных книг юрий их в лужу посадил и по поводу всех остальных вопросов то же самое было но самое главное манипулятор в первую очередь старается обесценить вопрос и в данном случае вот мы с вами сейчас пронаблюдаем а потом с этим вопросом как-то бороться и бороться с этим вопросом у манипулятора есть много приемов если хотите вот у меня под видео будет курс на манипуляции но я ни в коем случае не продаю я сейчас просто говорю что приема очень много у манипулятора и давайте вот с вами про наблюдаем какие приемы они здесь будут применять вот давайте первым не удивляйтесь будет обесценивание игорь гиркин на войны преступник он доказано что игорь гиркин и смотрите сначала он обесценивает вопрос каким образом посмотри я здесь главный я здесь авторитетный то есть все жесты демонстрируют его превосходство дима продемонстрировал челюсть нахмурился расширился в пространстве то есть вот такого способа ему чаще всего и хватает когда у собеседника что-то не так самооценкой вообще манипулятор очень четко отслеживает вот насколько у человека взвешенная самооценка насколько он сам себя адекватно оценивает да и вот как только манипулятор находит хоть какое-то слабое звено в самооценке вот туда он будет и бить но часто вот вот в данном случае сейчас манипулятор который привык манипуля манипулировать и он идет по пути наименьшего сопротивления когда он обесценивая вопрос возвышает себя то есть силой своего авторитета сначала пытается продавить ситуацию и вот для этого он сейчас расширился то есть пытается надавить вот именно пока этим да то есть смотрите как происходит сначала этим давлю работает не работает потом беру другую роль обвиненные в да вот видите кстати у вики там такое презрение она она изо всех сил пыталась вот это свое пренебрежение показать мы все увидели вика всем понравилось как ты кривляешься лицом но здесь давайте все-таки вернемся к манипуляциям значит а вот видите демонстрирует челюсть нахмурился а ему не нравится видите как поджал губы до расширяется но понимает что вот если сейчас не сработает надо играть другую роль какую роль следующий он сыграет чтобы обесценить вопрос сначала он пытается пойти по пути наименьшего сопротивления обесценить вопрос значит а вот сначала века презрение ладно не обращаем внимание по его вине был сбит малайзийский боимся надо как ски турбу на утра вот смотрите это не зашло до собеседник не верит да то есть попытался расшириться не получилось на собеседника это не подействовало теперь другая стратегия включаем доброго дядюшку и добрая улыбочка отеческая причем знаете в чем фишка в том что посмотрите как он напрягает и глаза глаза даже больше напряжены чем рот улыбается да вот прям такой добрый белый пушистый работают глазки включил тоже а кстати вот искренняя улыбка от неискренние отличается как раз тем что при неискренние глаза не включаются вот знаете как есть такое понятие американского улыбка когда ты просто натягиваешь улыбку и улыбаешься до глаза у тебя живут своей жизни а здесь получается он глаза напряг для того чтобы мы увидели эту искреннюю улыбку такую отеческую добрую да и при этом челюсть держит высоко я же все-таки авторитет я я как папочка смотрю свысока я просто божество здесь спустившиеся для того чтобы тебя глупого олуха образумить да вот вот что следующий посыл манипулятора идет здесь появился ссылка на заключение какского трибунала но посмотрите не получается да не получается вот смотрите два две роли про попробовал да а тут не получается этот все равно продолжает идти до продолжает задавать вопрос и тогда он занервничал и тогда смотрите дальше он показывает тот жест который здесь вот уже соответствует потому что дважды роль сыграл дважды не зашло да и дальше чего надо делать а дальше надо подумать и вот здесь вот пошел вот этот интересный же зону меркурия два пальца пошли в зону меркурия зона меркурия такое особое место по которому вы можете понять что у человека все плохо вот если у него там он начинает здесь там тереть как-то или как-то вот сюда руки потянулись это значит что человек думает вот здесь и сейчас у него есть какая-то прям конкретная проблема которую здесь и сейчас необходимо решить вот просто кровь из носу вот до такой степени что вот хочется есть они на что вот 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 такая вот прям проблема висит над головой и тогда человек вот сюда начинает включать это кстати по китайской физиогномики зона на дворец надежды и через вот это место как бы энергии энергетика проходит в но это я вам уже такие полу мистически наверно не стоит здесь физиогномику вам говорить потому что этих хватает всяких теорий да и поэтому не буду особо возгрузить вот этими энергетическими штучками но вот психологически получается вот это место это зона когда у нас проблемы мы вот сюда вот тянемся рукой там или как-то вот вот так вот садимся до или вот ну вот вот эти вот все признаки того что все плохо человек вот вот так садится вот когда уже все потеряно когда уже все плохо он вот вот так вот может даже да ну то есть это вот паника кроме того обратите внимание на пальцы знаешь палец руководства палец дисциплина то есть что он этим жестом сейчас нам говорит он он говорит себе говорит соберись уже соберись дай дай ответ уже этому человеку до соберись да он действительно проблемные вопросы задает но давай соберемся да давай ему ответим так как надо то есть человек сейчас ищет манипуляцию среди всех на своих всего своего арсенала но давайте посмотрим как он с этим справиться жить по совести они по закону о как ок оказывается надо жить по совести они по закону слушайте ну я по совести вот так вот если разобраться у меня четверо детей ребят вам зачем такой большой дом давайте мы поменяемся вы будете снимать жилье а я буду жить в вашем доме это будет по совести ну почему нет бог как бы считает что людям дал бог дитя даст и на дитя давайте будем считать что это бог мне дает ваш дом потому что я такая вот классная ну вот вот этот из из такой же оперы бред понимаете давайте жить по совести а зачем тогда мы все придумали законы а зачем вообще конституция да ну давайте есть какие-то племена которые живут еще в первобытном веке давайте там к ним попросимся если кто-то хочет жить не по законам не вообще конечно полный бред в цивилизованной стране где большинство населения ну я надеюсь большинство населения крупных городов по крайней мере имеет высшее образование да и вот такую чушь нести вообще я я не знаю но но конечно но когда вот отсюда пришла идея да вот вот здесь и сейчас надо решать да действительно эта идея честно скажу не не заходит нет по совести они по закону вообще браво да ну здесь я в замедленной съемки чтобы вы насладились этим жестом и знаете знаете что когда вам кто-то говорит о том что у него прекрасно идут дела и вот при этом вот сюда у него хотя бы один пальчик пошел значит ничего подобного не верьте этому человеку потому что это зона проблем которые надо здесь и сейчас решать вот такая ситуация здесь кстати проблемы у нас женщин образуются до в виде морщинок и всего такого но вот такая история это я считаю что для себя и для совесть моя это бит а вот смотрите вот когда он говорит и вот здесь пальчиком придерживает он контролирует свой базар видите руководящий перст контролирует говорильню на близкая история к чему я придерживаюсь не без ее считаешь что здесь я не видите как силой авторитета решил придавить да то есть библейской истории все такое я вообще белый пушистый я живу по таким законам то есть авторитет очень удобно когда нам вот знаете по крайней мере вагнеровцы они честнее они придумали себе эту кувалду да они ее показали всему всему миру и они честно говорят не будете с нами соглашаться с вами поступим вот так вот да и демонстрируют всем как они поступят демонстрируя вот эту самую кувалду здесь в данном случае роль кувалды играет вера в бога понимаете мы ведь не знаем как ну он предполагает что мы не знаем как работает вот эта сила но она явно есть она как-то работает и мы все замечали какие-то закономерности в жизни да и мы боимся вот этого непознанного понимаете вот большинство людей боится вот этого не поздно ну то есть на всякий случай лучше держаться подальше лучше согласиться лучше отойти до если он верит в бога но верит до лучше подыграть ему до чтоб не разозлить а вдруг правда а вдруг плора правда обладают вот этой мощной силой как вот века рассказывает как она там поднимает безногих там и женщины перестают переживать по поводу умерших мужей когда видят вот этот солнцеликая викина исполнение да ну то есть вот как бы на всякий случай напугать богом да и может может запугаю да то есть вот вот она сила авторитета как работает да и вот манипуляция готовим твое право а мое право оставаться с господом богом я буду это стараться делать ну как он остается с господом богом ну и что конечно же бог у него как инструмент ухода от ответа сначала он пытался обесценить вопрос потом когда не получилось привел силу которая считается выше всех сил проверить невозможно да но все на всякий случай боятся а вдруг правда да и ну вот это вот вера в бога это сила авторитета все уважают религии а так как это непознанная так как в принципе мы все толерантны вполне да в нас во всех культура вложена да и мы автоматически согласимся не копать дальше но юрий конечно не такой и поэтому вопросы продолжились а по поводу нашего друга гиркина давайте смотреть ваш благородие какашками перестаньте кидаться как по-доброму он все рассказывает смотрите какое милое доброе лицо вот вот прям дедушка мороз правда я прям смотрю на него и вот вот ему подарки раздавать детям только к своим детям я его не подпущу надо она и смотрите челюсть низко скромно так очень улыбается смотрите на печаль на печальку включил до удивление бровки поднял что мы прислушались руки держат замки мы сейчас это увидим я просто написала и дару причем в районе паха держит руки потому что боится но при этом какая милота и да и обращение такое ваше благородие прям я не знаю такие милые люди а е-мое то столько всего народ наворотили но милота же милота ребята что здесь не нужно он очень эрудированный человек и многие вещи он понимает изнутри но вот эрудированному человеку можно простить развязывание войны с соседней страной да это с него началось еще в четырнадцатом году когда он с этой с кучкой бандитов на пришел в эту донецкую область до захватил там несколько учреждений захватил власть ну конечно же но зато он жил умный хороший добрый ваше благородие он да это не не хухры-мухры какие-нибудь но смотрите как он подбирает слова и уклон такой постепенный уклон что я с ним в общем-то не согласен да я его называл ваше благородие да я с ним по-доброму но я-то с ним не согласен имейте в виду на всякий случай до скверный этот характер такой гордится но это мы видим всегда в людях именно то чем сами наполнены кстати имейте это в виду это не только про него но и про всех нас он мешает ему я думаю что ему на пользу чтобы он везде ищет врагов это не видите убеждает себя и нас вместе с ним что ему на пользу да его там на передерж а мы держи поругались не думаешь подумал что вагнер это как бы заказ кстати на слове заказ кивнула но увидите на всякий случай вика вспомнила что оказывается мы еще и поссорились с ним так что все мы мы в стороночке да мы если что с ним не особо то и дружили часа мы на этой теме поругались не знали никого ну я не не всем мне не нравится вот такая грязь это агрессии и ну то есть за такую критику можно сажать в тюрьму да нет конечно нельзя смотрите слово да нет конечно нельзя сказано в два раза тише это я вам по прибору говорю а у меня же там вот когда я делала там прям видно прям тихо тихо сказал в два раза тише ну то есть боится боится сказать боится произнести что-то что-то ну это неправильно ну я думаю что это передержка вот видите как он себя успокаивает нас вместе с ним но сам конечно же не верит он замер пытается как-то это все как выдавливает из себя и при этом голова к плечу это не знаю заискивающий смотрит на собеседника но поверь ну поверь я жизнь смог поверить поверить ты тоже в это мне так удобней мне удобно верить в это потому что если я не верю в это и понимаю правду то я понимаю что я предал своего друга да он действительно со мной дружила я просто сейчас взял и отрекся от него да вот пожалуйста но ему же не хочется быть мерзавцем своих-то глазах поэтому он пытается чтобы мы все поверили что его просто его друга на передержку взяли и может быть какая то есть да да ищет ищет оправдания потому что конечно же совесть рано или поздно всех нас начинает клевать и чем больше мы придем на сделку с совестью тем тем хуже нам всем тем более если пытаешься быть честным с собой но там конечно этим не пахнет но тем не менее а да а теперь то есть понимаете на всякий случай мы поругались на всякий случай я с ним не согласен и вообще он на передержке у него ничего страшного мне так спокойней жить вот и все а следующий фрагмент теперь по поводу вагнера это вообще просто вау и здесь мы с вами коснемся темы трюизмов тоже очень интересно а значит давайте включаю фрагмент значит трюизм и что это такое это обобщение из которой мы делаем какие-то выводы которые как бы ну как бы истина да вот из общую из общей из общего числа аргументов мы выбираем самый удобный для нас ну из доказанных да и из него делаем вывод какой хотим вот этот трюизм вот общая фраза вернее общая схема трюизмов это вот взять оба обобщить вопрос потом из него вычленить что-то что в итоге приводит к нашему выводу который мы хотим сделать да и вот это вот значит схема обобщение истинно установка вот и делаем установку вот на всякий случай теоретическая часть а теперь давайте смотреть практическую вы видели видео казни которые казни евгения нужно которое кувалду совершили видите да да видел потому что опять нет удивления а опять контролирует эмоции замер и это говорит о том что до видел и до прекрасно знаю что это значит и так далее но сейчас он пытается держать лицо и пытается нам не показать настоящих своих эмоций вот отсюда вот этот замер пауза и контроль эмоций если бы не видел он бы сейчас сказал да вы что откуда или или если видел и был не согласен или там он бы сейчас как-то реагировал да но он видел он согласен он четко знает о чем речь но сейчас он включен дура дурачка да да вот сейчас видите вот эта пауза ты знаешь юр я видел я не знаю постановка это или не постановка видите обесценил опять по старой схеме идем до обесценил постановка до забросил до обесценивание когда до сих пор нет ответа я считаю как еще ответить то неправильно даже укладывать такие роли а потом опа неправильно выкладывать такие ролики нормально то есть убивать можно а вот ролики нельзя выкладывать где появляться с кувалдой вагнера как это делаете вы видите как бы а получается вот произошло преступление на камеру да и он берет вот какой-то фрагмент из этого из этой информации да вот вот этот ролик нельзя выкладывать действительно нельзя действительно ну в принципе там мы с вами согласны до что нельзя его выкладывать вот этот трюизм и есть то есть получается есть общая информация да общая информация на самом деле взять надо то что нельзя убивать изначально но эта информация игнорируется а берется просто маленькая часть информации то что этот ролик был выложен да там было произошло убийство это все записали это все выложили и вот он цепляется за последнюю часть этого нельзя выкладывать да вот видите получается сместил фокус внимания на то что нельзя это выкладывать и в общем-то здесь я с ним тоже согласна посмотрите получается да действительно нельзя этого выкладывать нельзя это видеть об людям да но получается что что он как бы сказал то с чем я согласна да и по инерции вот если бы я не понимала то что мной манипулируют я бы по инерции и дальше с ним бы соглашалась понимаете он бы еще какую-то информацию из этого вычленил и опять мне дал какую-то установку да сказал бы какую-то истину что нельзя этого выкладывать лишь не будешь этого выкладывать скажу мне не буду выкладывать ну то есть вот видите как эта схема схема трюизма то есть берешь какую-то информацию из нее и либо вычленяешь либо обобщаешь да и вот из этого делаешь какие-то выводы интересные то есть манипулятор он прекрасный и и без на своих том что используете кувалда это символ вагнера а теперь пошел под дурачка косить да на это не зашло не поверили да на не поддержали то что нельзя же выкладывать такие ролики да но приходится дальше косить под дурачка вы не знаете знаю почему почему потому что она фигурировала везде у вагнера это возмездие видите он носил эту кувалду он этим пользовался а это неудивительно видите он пользуется силой бога да ну как бы да вот тем что он называет верой да он этим пользуется он пришел к нам чтобы нас всех просто сказать ша я здесь верующий за мной бог и следуйте за мной до юрий что-то не реагирует конечно же я вам в конце покажу начало и конец этого интервью очень забавно да но знаете а вот он как сводит здесь на логотип вот она сейчас вот взял из этой информации только символ да вот символ это логотип да у всех уважающих фирм есть логотипы до вагнер уважаемая благородная организация им нужен логотип мне понравился их логотип и я его носил понимаете вот такой вот совершенно не понимает типа вроде как совсем узнаете с прилетел вчера буквально с марса ему дали эту как ее кувалду да и он с этой кувалдой походил и он не знал вообще да он думал что это вот вот это уважаемая фирма но просто вот такого дурачка включать это я не знаю это такой бред детский символ то есть так поступать человеком неправильно но это но символ использовать не из-за того что он вот из-за этого появился нормально да я считаю да символ это уже будем говорить рабочий момент когда как apple понимаешь да есть организация которая называется чистильщики установить это ну вот вагнер я считаю что это чистильщики такие вот который занимается тяжелой работой где не всегда место ну это просто вообще трешатина то есть убийцы насильники боже зачем чикатило вообще это казнили да зачем ведь они же были чистильщики они же столько всего хорошего сделали я вообще в шоке я в шоке ребята это говорит мужик 60-летний или сколько там ему лет вроде видите вот это пример когда с возрастом мозги не добавляются да к сожалению к сожалению должна отметить что такое бывает до следующий фрагмент если вы это говорите что то странно это делать своим символом на юра юра это вот то что ты видел да про эту историю про кувалду вот смотрите здесь правда я опечаталась извиняюсь значит выставляет лоб то есть он уже у него нет аргументов больше а лоб выставляют когда просто стоят на своем до аргументов нет аргументы обычно в челюсти когда у человека есть аргументы он либо демонстрирует челюсть либо вот как-то даже если она у него опущена он ее как-то вводит ей то есть у меня есть что сказать просто сейчас я я не могу там вставить слово или я не могу сейчас ну то есть когда у человека есть аргументы 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 когда ему есть чем драться то здесь работает челюсть когда человек выставляет лоб и говорит вот таким образом он просто стоит на своем им как бы просто уперся да и ему надо отстоять свою точку зрения да он понимает что у него не хватает аргументов а не хватает аргументов значит он понимает что он не прав понимаете если человек прав то у него всегда будут аргументы а если он не прав то конечно же приходится вот так вот выкручиваться значит наклон вперед рукой пытается материализовать и уменьшить проблему то есть он вот вот как-то сжимает да вот смотрим что это вот как ты себе объяснишь у меня есть точное объяснение смотрите как красиво еще одна манипуляция зашла вместо того чтобы отвечать на вопросы переводит себя в статус вопрошающего вопросы и переводит себя в статус главного кто задает вопросы тот и главный видите ему задали вопрос и он такой а что ты думаешь да тебя спросили вообще что ты пришел для того чтобы люди дудя да кстати он же там это писульку принес он даже вопрос задавал дудю но это было так смешно и комично ты символ несанкционного убийства про им показывает что буду делать с предателями указанной казнь стоп самое главное слово предатель вот и верите опять пошел трюизм то есть из всей информации ведь информация чудовищная на глазах ну получается мы все увидели казнь человека человека лишили жизни а он концентрируется на том что предательство это просто еще какое нафиг предательство по суду это все решается через суд если действительно было предательство да я понимаю что суды у нас такие же как и примерно правосудие вагнера но тем не менее все таки концентрируется на какой-то маленькой незначительной части и из нее делает цепочку выводов вот это и есть три изм это организация которая вот такая жестокая и все я к ним обратился чтобы эта армия людей подняла знамя с ликом христа зашибись теперь маньяки могут там как-то себя ликом христа обезопасить их уже полицейские не могут что ли ну то есть получается что маньяки могут делать все что хотят да но главное под ликом христа вот это самое главное убийцы маньяки все можете смело делать что хотите главное чтобы при вас был лик христа вот тогда я считаю что вы свои что я сделал здесь плохого и я сказал вот ваша организация вот ваша организация но давайте сделаем так вот мой посыл и у меня нету ни улыбки нету я я мучаюсь века вот знает как как я езжу какие там какие там я уже рассказывала про свою войну мы про заключенных говорили что это нормальная практика любой войне да смотрите как красиво ушел вообще я так мучаюсь я так переживаю да и вот чтоб не не отвечать на вопрос я так мучаюсь а юрий такой бах и обратно вернул тут такое театральное выступление юрий но надо уважать игру актеров ё-моё что за неуважение вообще юрий ну прям ребят напишите в комментариях для юрия чтобы он больше уважал своих собеседников до шучу конечно молодец юрий браво журналист с большой буквы вот это я понимаю да мы следующий фрагмент давайте смотреть да на вопрос он так и не ответил да а значит так переключил фокус внимания так давайте теперь ну шевроны для него это просто знаете вот признак святости признак вообще высшей касты вот вот просто высшей касты людей это этот шеврон вы вы знали что такое вы вы знали что командир вагнера нацист нет я не знаю и не знал опять та же схема нет удивления киваем все он знает я видел все он прекрасно знает но опять час будет нам вешать лапшу на уши по фотографии но я не уверен как вы не видите я не уверен сказал опять тише вот здесь появляется фотографии где у человека вы знаете столько нет много фейков до юр бывает я не знаю ты вот значит это фейк на всякий случай всегда есть отговорка это фейк не спрашиваешь ну фотографии это увидел нам тоже раз мы общаемся с володей безногим которым мы помогаем вот а с теми вагнерами которые сейчас я встретился но обнялись и все у них были все с ликом христа она это тогда все меняет ребята для креста же есть она тогда тогда чем вообще давайте расходимся да те преступники надевают лик христа и все делают что хотят а те жертвы которые попадут ну ё-моё ну как-то надо ходить не знаю осторожней по улицам что ли там дома покрепче закрывать нужды как-то обезопасивайте себя ну они же с ликом христа ходят извините им все можно единая армия сейчас когда я приехал были шторма десантники и в игнора в одном это мне так поразило это был монолит и у них шевроны с ликом креста уже идеология вышедшая из народа как говорит владимир владимир господь все управит делай что должно и пусть будет что будет кто это сказал вопросики задает а тем самым пытается перевести себя в роли взрослого вопрошающего до пытается перетянуть одеяло на себя марка вели как можно не знать ну что ты юрий ну какой ты безграмотный просто но мы пришли тебя научим не переживать мы для этого сюда пришли чтобы тебя в нашу секту затащить и научить тебя грамотно жить вот именно для этого конечно патриотизм на грани помешали никакой помешать на какой на грани помешательства помешательства на теме патриотизма а значит важно для него только картинка суть а причинно-следственная связь вообще напрочь отсутствует ее мы подгоним закроем глазки все что надо сделаем то есть нарисуем себе реальность какую надо главное чтоб шевроны были вот это вот ребята самое главное в жизни шеврончики шеврончики на на плечика вот и все и будет вам счастье ребят вот это самое главное да дальше давайте смотреть это конкретно лишь было начинать эту спецоперацию я отвечу скорее всего нет скорее всего нет в этой ситуации в этой ситуации скорее всего ошибка скорее всего владимир владимировича пост подставили потому что я лично разговаривал с разведкой и они говорили что все перед отсыл к разведке дать или то есть какой-то авторитет то а какой без имен да я лично разговаривал с разведкой и при этом щека это запасы вполне возможно что да действительно он разговаривал с кем-то и кому-то даже может быть что-то платил либо я не знаю как то может но не платил а ну какие то свои запасы давал может они пили вместе да ну это вот алкогольные запасы это тоже запасы то есть он сейчас почесал перед нами вот это место что говорит о том что эта информация ему досталось за какие-то благо за какие-то запасы свои которые он приберег да так что идет сразу вот только войдут со счетами с полицейскими все перейдут на сторону россии и я считаю вообще ошибочно слушайте ну это вообще знаете вот такой верх цинизма это я я вообще не знаю как можно такое вообще говорить потому что по сути он нам сейчас говорит о том что была хата которую нам пообещали что хозяева съехали ключи должны были быть под ковриком мы приходим а там какая-то семья живет вообще нам пообещали что все будет хорошо а там какая-то семья ну и чё нам пришлось их убивать вот вот примерно то же самое понимаете семья выезжать не хотела нам сказали что будет пустая квартира нам сказали что вещи которые надо будет украсть они будут собраны аккуратно в прихожей стоять о чем мы пришли а там ничего не готова нас обманывали носом и вместо того чтобы взять развернуться извиниться уйти да они начали убивать эту семью которая живет в этой квартире вот как это называется то есть нам сказали что нас встретят а нас не встретили и и дальше мы уже стали действовать по обстоятельствам на самом деле он сейчас нам признался в преступлении которая на ну вот авторство он приписывает своему горячо любимому президенту и в общем то надеюсь что рано или поздно они будут рядышком где-то на скамье подсудимых но да ладно сейчас главное что вот что мы сейчас услышали это именно это это то что они собирались совершить преступление но у них не получилось вот и все понимаете что получил владимир владимирович неправильную информацию и не нужно было начинать нужно было начинать в четырнадцатом году все а так вот надо было раньше раньше они уезжали на отдых вот в это время надо было квартиру обчистить а мы приехали получается они успели вернуться подготовиться не знаю телефоны купить для того чтобы полицию позвонить они стали в полицию звонить полиция тут начала гачета оружие им поставлять да ну вот примерно тогда и заканчивать когда сжигали людей в одессе когда расстреливали в харькове вот это было да тогда надо было начинать а когда уже промыли мозги то грабить надо вовремя вот что он сейчас нам объясняет понимаете здесь мы уже попали готовились реально вы поддерживаете путина в этом опять давай вернемся к нашему разговору поддержать а теперь смотрите конкретный вопрос задан но ответа так и не звучит до забалтывание идет сейчас путина в его политики в украине услышишь меня потому что вот ты занят своим а я говорю до этого ответил я сказал что на сегодняшний момент уже роль личности и в мировом процессе уже не имеет ничего она не решающая мы уже вступили когда уже работает господь и сатана такой новый юрсалим строится это давно уже кочует и в интернете да есть понимание опять же я отсыл к библии что будет происходить а какие люди туда отправиться ну из израиля поедут люди туда самые плодородные земли в миле да 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 дают правильно бахмут видите уже бахмут поделил слушайте я вообще в восторге давайте вы лучше начнете делить земли до со своего участка начнете отдайте свой дом ладно не мне ладно я я как-нибудь разберусь украинской семье просто вот которая из бахмута найдите украинскую семью сами съезжайте из своего дома а пусть семья там живет вот вот давайте так лучше поступим и вообще вот вы так мило делите эти земли там кого там евреев до заселять собрались или кого-то ну давайте заселим правда у вас наверняка участок большой и там все вселятся еще может и еврейская семья поместится может еще какая-нибудь давайте правда ну а чё чё вы вы же такие святые а вы в монастырь идите там ближе к богу там все и помолиться и все будет хорошо и песни споете в хоре там для вики место найдется вот мне кажется вот этот вариант будет лучше чем земли бахнут отделить идем дальше для этого нужно расчистить эту территорию есть день и ночь значит базаров есть батюшка если батюшка до светлый то значит есть какой-то батюшка темный в демагогию теперь пошел то есть пурга на знаете в и в африке пурга вот всякие разные манипуляции вы видите вот я их пометила да вот это демагогия если хотите подробнее у меня под видео будет ссылочка на курс по манипуляциям можете там ознакомиться но вот вот это вот одна из манипуляций демагогия когда вам просто забалтывают мозги да вот давайте послушаем но обязательно есть если где-то причащаются кровью до христовые и берут проспорку то с той стороны должны быть причащаться какой-то другой кровью всем страшно войну и теле всем вопрос когда вы смотрите такое видео всем страшно на войну войти опять трюизм и смотрите всем страшно на войну идти да ну вот смотрите он пьяный глупый да вот то есть пьяные дураки ну то есть получается не то что кто их туда направил не то что действительно бедные мальчишки да страшно на войну идти я не знаю может им как-то можно помочь может не надо им ходить ну то есть вот вывод здесь другой совершенно напрашивается но он берет из этого вот из этого утверждения да вот из этой то что действительно всем страшно да из этой с чем мы действительно согласимся он делает вывод совершенно другой да получается что да он пьяный что-то там несет непонятная да просто от страха там у него мозги поехали ну вообще просто брал нету а следующий фрагмент сейчас хочу вам показать манипуляцию пирада вот они тоже очень возможно они для этого вдвоем и пришли чтобы вот это вот сделка еще раз вы сравниваете опять сначала начинается обесценивание а потом следующий вариант манипуляции то тирада и ты же у меня тоже кувалду нарисована Ну, ты чего? Это символы. Ну, ты чего? Ты глупый, да, наверное. Чего ты не понимаешь вообще? И опять вот эта улыбочка отеческая. Ну, что ты? Ну, что ты такой глупый, Юрочка? Ну, что ж тебя всему учить-то надо? Хорошо. Ну, правильно. У тебя нарисовано, у меня нарисовано. Все, что сравнивается? Никогда не видел, чтобы с такой улыбкой такие кровожидные вещи говорили. Почему? Ну, они были. Ну, все... Как вы относитесь к тому, что... Я сейчас тоже улыбаюсь. Смотрите, обесценить не получилось. И пошла тяжелая артиллерия. Здесь Викушка включает. Слушай, какие кровожидные вещи я сейчас говорю? Я что-то... Он что, брал кувалду, он убивал или что? Ну, что? Смотрите, доведение до абсурда. Он что, брал кувалду, он убивал. То есть, естественно, мы все прекрасно знаем, что он не убивал этой кувалдой, да? Ну, по крайней мере, из того, что мы знаем. Может, мы что-то и не знаем. Здесь, конечно, только следствие все покажет. Но все-таки доведение до абсурда – это тоже манипуляция. То есть, берешь какую-то абсурдную вещь и выдаешь, да? И как бы становится смешно, да? Что ты не поедешь на войну? Я вот посмотрю на тебя. Да ладно? Нет, ну интересно. Юж мужик. Вот сейчас Астапа понесло, Вика… Вику занесло, вспомнила 90-е, да? Я, кстати, ну мы ровесники вообще на самом деле, и я помню те времена, когда вот как раз Вика, получается, ну стала известной, да, вот в эти лихие 90-е. И тогда действительно все решалось вот с помощью вот этих манипуляций, причем более грубых. И среди них эта тирада, это действительно очень четко использовалось и бандитами, и вообще, в принципе, это очень такой рабочий прием. Давайте смотреть. Я считаю, что это совершенно нормально. Нет, не воевать, ты хотя бы поговори с людьми, с одной стороны тебя там не тронут, с другой стороны тебя никто не тронет, ну и поедешь сам, посмотри. Надо посмотреть. У тебя уже такой ресурс огромный. Есть проблема в том, что мне не попасть на войну с российской стороны. Нет, с другой стороны. С другой зайди. А с украинской тоже, поскольку гражданам России очень тяжело сейчас въезжать в Украину. Тяжело, да. Вот про Кувалду говорили, что мы взяли Кувалду, это легко. Я бы сказал, что это запрещено. А ты сейчас тоже запрещенные вещи говоришь, понимаешь? Ты их так пробрасываешь? Поезжай, посмотри. Ты меня спросил про мать. Юра, надо поехать посмотреть. Да, вот ты меня спросил про мать. Как я посмотрю в глаза? Я выступала перед матерями. Я не так говорила, Вика. И ты знаешь, ко мне подошла Женя, что ты им скажешь? Я им пела песни, Юра. Да, видите, как она продемонстрировала челюсть. Знаете, вот таким образом, как раз вот я почему вспомнила 90-е, как раз вот в 90-х, вот эти вот все жесты, они очень четко использовались именно бандитами для того, чтобы показывать свою силу. А вот это вот опускание челюсти, ты как бы не споришь, да, ты как бы не дерешься. Но при этом повести челюстью или ее немножко в подвешенном состоянии держать и давать понять собеседнику, что в любой момент ты можешь вскочить и за себя постоять, да, ты за себя можешь драться. У тебя челюсть готова драться вот таким образом, когда ты смотришь в упор на собеседника, а челюсть у тебя немножечко так вот подвижная. То есть продемонстрировать подвижность челюсти, это действует угрожающе. Бессознательность считывается как опасный собеседник, опасный противник, который может в любой момент нанести удар. И вот здесь она это нам продемонстрировала. То есть вот эти вот бандюшачьи приемчики как раз вот она очень четко нам показывает. И вот ко мне женщина, она говорит, меня обняла и стала плакать. Ну да, нашла чем хвастаться. Так, и знаете, вот для того, чтобы... У меня, кстати, подписчики некоторые написали, что они пришли для того, чтобы внушить нам некоторые нарративы, да, что типа нам всем придется привыкнуть к этой войне, что война продолжится, что она священная. То есть вот вот эти все вещи, которые они, вот эту всю пургу, которую они нам несли, ну типа они специально нам сюда ее принесли, и это их задача и была, да. То есть внушить тем той части аудитории, которая не поддерживает войну, вот такие вот мысли, да. То есть они шли для того, чтобы, ну более масштабно запустить, что называется, процесс, да, чтобы мы все стали думать определенным образом. Вот некоторые из моих подписчиков мне написали об этом и сказали, что, а может быть действительно они пришли вот как засланные кабачки, казачки для того, чтобы нам с вами вот что-то внушить, да. И типа они согласны. А я в корне не согласна с этим мнением, потому что давайте пронаблюдаем, как они изначально пришли и как они уходили от Дудя. И поэтому мы поймем, добились ли они своих целей, да, вот насколько они добились. Ну то есть они пришли с определенной целью. И если человек удовлетворенный уходит, то по нему, естественно, видно в начале и в конце интервью, да, перемена настроения. Давайте посмотрим и сделаем выводы, насколько они добились своих целей вот за счет этого интервью. Я не смотрел твои передачи вообще. Я смотрела. Ну вот Вика смотрела, да. Я не смотрел и думал, это нечто такое вот совершенно, будем говорить, оголтелое со знаменами всевозможными, радужными, да. И думаю, ну, это не моя тема, не все, и не надо. Не, я уже спела. Вика же сначала ее спела, да. Смотрите, да, это по поводу песни, там, когда речь шла о песнях, они с удовольствием делились этим, и действительно, это, ну, это гордость их. Это их можно здесь понять, и я как бы здесь не осуждаю, но обратите внимание, как они воодушевлены этим, как они рассказывают с удовольствием, да. Как Вика, когда она там песню спела, потом ее попросила Пугачева, для нее это действительно гордость, да, и она поправляет волосы, она держит высоко челюсть, она с презрением об этом говорит, то есть даже Пугачевой не дали эту песню, да, а я вот такая классная, он тоже вальяжно расположился на диване, челюсть высоко, легко жестикулирует, занимает много места в пространстве, раскинул руки, смело заявляет собеседнику о том, что плохо к нему относится, да, ну, прям прямым текстом, да, по сути назвал его гомосексуалистом. Да, но, понимаете, да. Да, вот видите, как они хорошо жестикулируют. Где-то и вот там получат... Очень свободно, довольна, да, это начало интервью. Плюс как сгор, я сказал, берите, пойте, но не продавайте, и у Вики я ее не заберу. Я думала, сегодняшний разговор, он будет интереснее. Он будет интереснее. А теперь смотрите, сколько напряжения в конце интервью. И Вика высказывает, да, высказывает, подняла челюсть и с отвращением говорит. Значит, ее муж руки на голове, но, смотрите, вот руки на голове, это жест превосходства с одной стороны, но с другой стороны, еще нужно, чтобы и локти были раскинуты, и поза была более расслаблена. Когда в данном случае, ну как, расслаблено тело, но руки как, не должны безвольно виснуть, а в данном случае руки просто безвольно... Ну, сейчас мы эту же позу, я думаю, получше рассмотрим, но у него выдает то, что он подавлен и устал, да, устал, действительно, это почти 4 часа беседы, может быть, там еще что-то и вырезали, может, там и больше они беседовали, да. Значит, действительно, это усталость, но то, что он пытается показывать, что все в порядке, да, вот это вот эти его понты, так называемые, они, я в них не верю, потому что рукам не хватило энергии, понимаете, в руках должна быть энергия. Когда человек запрокидывает вот таким образом руки, они должны вот именно энергетически показывать, что это альфа-самец, что он смело запрокидывает руки, что он смело может взять то, что хочет, он смело может распространять свой запах, да, то есть это его территория, да, вот здесь вот я не поверила, не доиграл он здесь уверенность, да, он пытается, продолжает играть уверенность, но Вика уже маски сбросила и с отвращением Юрию высказывает, да, свое мнение. Интереснее, но ты стоял только на этой позиции, и у меня родилось мнение, что с тобой явно кто-то стоит, вот просто стоит тут. Видите, указательным пальцем жестикулирует, то есть показывает ему место, да, то есть указующий перст, закрытая ладонь, директивная показывает, ну, то есть вот так вот я показываю, вот так, да, значит, плечами пожимает, убирает ногу, испуг, отклонилась. С тобой манипулирует, управляет. Вот это мое. На самом деле, чего вы так решили? Почему так? Видите, мгновенная реакция на его слова, вот это как раз говорит о высшей степени ее агрессивности, то есть она разотлилась не на шутку, понимаете? И вот это вот поднимание бровей, как ты еще что-то говоришь, да, и при этом отвращение, да, как ты еще говорить умеешь, да, что, ну, то есть я тебя здесь обесцениваю, а ты еще что-то ляпаешь, да, как ты смеешь, да, вот это вот лицо нарочито такое удивленное, да, как ты еще что-то возражаешь, да, то есть это она изо всех сил показывает свое превосходство, а по большому счету это говорит о том, что он ее вывел из себя, и она здесь просто рвет и мечет, она просто злющая, как пятка. Да, так что вот отсюда. Ну, по поведению того, ты не открыл, ты не раскрыл ни разу свое сердце. А вы не допускаете, что это то, как я искренне чувствую, что я действительно не понимаю людей, которые могут поддерживать тех, кто отправляет граждан моей страны убивать... Вот, обратили внимание, как он руки держит? Ну, ладно, здесь вот Юрий хорошо говорит. ...граждан соседней страны, что я искренне, во мне искренне этот огонь, непонимание злости. Видите, она с печалью смотрит, ей, ну, как бы, она высказалась, да, а здесь вот сказать-то нечего, да, а злость кипит. Свините, а у тебя было понимание, вот я же тебе честно говорю, вот Одесса, это тебя уже не тревожит, да? Одесса, огромная трагедия, случившаяся из-за того, что две группы, пророссийская и проукраинская, столкнулись, из-за того, что ментов в городе было мало, которые были отвлечены на футбол, из-за того, что градус хаоса был колоссальный. Вы не были 2 мая там. Вот здесь есть расследование разное про это. Это антимайдан и не антимайдан. На Майдане, ты же понимаешь, что были марши фашистские там, у нас не было фашистских марш. Да, ну, в общем, вот так вот они расстались, из чего я делаю выводы, что гости ушли очень сильно обозлённые, Вика даже не сдерживает своего раздражения. Её муж, да, он такой очень другой человек, да, он привык сдерживаться, поэтому, ну, по крайней мере, на людях, на людях он сдерживается и продолжает играть роль. Но настоящее лицо мы с вами увидели, этих людей, я просто в шоке от этого лицемерия. Но, знаете, эта история не закончилась на этом интервью, мне подписчики, опять-таки, благодарю вас, мои дорогие, за то, что вы мне сообщаете все новости. Продолжайте это делать, прошу вас. Пишите максимально количество комментариев везде, в Инстаграм, в Ютуб, если что-то происходит, да, или там кто-то прокомментировал что-то. Вот мне тоже написали, что Вика написала, что это нейросети. Я выяснила, оказывается, у себя в Телеграм-канале, но вообще, конечно, очень интересная цепочка событий. Вот я заскринила ее Телеграм. Сначала, смотрите, идет вот это вот интервью. Сейчас я вам включу один фрагмент там у нашего героя. Попросили интервью, вот это, я не знаю, что за программа, но это вот, я слышала, что это как Соловьев, у него там какой-то, не знаю, кто-то типа Соловьева, да, не знаю, что за программа, ну, в общем, они взяли интервью нашего героя, да, и вот, я буквально небольшой фрагмент, ну, то есть они, там, 4 минуты, я 4 минуты вас грузить не буду, просто, чтобы вы понимали. Сначала вот это, вот это интервью показано, давайте посмотрим. У тебя уже такой ресурс огромный. ну, есть проблема в том, что мне не попасть на войну с Российской страны. с другой стороны. Он поплыл. Вот, кстати, насчет поплыл, у меня вопрос к ведущему, а по каким признакам вы это увидели? Я лично ничего не вижу, чтобы он поплыл, а вообще поплыл, это значит, что что-то должно поменяться, ничего не поменялось в позе Дудя, но он поплыл, вот по каким признакам? Вообще, я как раз вот занимаюсь жестами, и я, прежде чем сказать, что он поплыл, я показываю, что именно изменилось в позе, там, в жестикуляции, в эмоциях, в паузах, голос, повышение, понижение, еще куча разных признаков. Я вам, как правило, все это показываю, замедляю там, чтобы вы видели. Почему этого всего не было? Я так и не увидела, где он поплыл. Вот у меня вопрос, с чего вдруг он возомнил себя специалистом в теме жестов. Пусть пригласил бы лучше кого-нибудь и... Ну, хотя, там сейчас очень... Ладно, не будем по поводу приглашения, но насчет поплыл, здесь я совершенно не согласна. Да, так что здесь идем дальше. был такой персонаж персонаж Иуда, когда он уже не может зайти ни с одной стороны, ни с другой, и остается только повеситься. Вот я бы очень хотел, чтобы у него все-таки был выход, что-то все-таки вернулся он в лоно православной церкви, если он христианин, и покаялся. Вот это будет для меня высшая награда за эту передачу, да? А на самом деле, потому что он не может ни с украинской уже страны, ни с русской. Это вот помнишь, как 30 серебряников, и куда их девать? Программа называется «Время какого-то Голованова». Будем знать. Да, замечательно. Значит, смотрите, сначала идет вот этот, это интервью у них в Телеграме, да? На следующий день она публикует или в этот же день, но смотрите, публикует вот это объявление, эфир у Юрия Дудя, Вика и Вадим Цыгановы, которые поддерживают армию России, часть первого. И ПС, люди, не смотрите это, это все сделала нейросеть, позже узнаете. И потом, то ли на следующий день, то ли следом, пишет эфир у Юрия Дудя, опять тоже самая, часть вторая, а потом ПС, это правда, не мы, нейросеть и технологии какие-то. вообще, конечно, это забавно. Сначала на голубом глазу выкладывать вот то, что, но если бы это действительно были нейросети, да, то вот в этой точке вместо этого вот интервью, вместо этого комментария по поводу там Иуды и прочее, прочее, да, вот этих бла-бла и его образов, он бы сказал, слушайте, это не мы, это нейросети, мы сейчас разбираемся, да, вот что он должен был сказать. А тут получается ход мысли. Сначала он дает интервью, где подтверждает косвенно, ну, как он комментирует то, что произошло, соответственно, он подтверждает, что это было, да, что он в этом участвовал. А потом начинаются вот эти пляски с бубном по поводу нейросетей каких-то. Ну, и дальше, дальше, вот, кстати, насчет того, что как Дудь их задел, Вика даже песню спела. Давайте вот, надеюсь, меня не забанят из-за ее песни. в конце концов, вырежу, не вопрос. Давайте послушаем, как ее совершенно не задел Дудь, прям, аж, аж, знаете, агрессия я через камеру чувствую. Смотрите, на слове Дудя и челюсть в сторону пошла. агрессия не для Дудя дун разльется и сердце веще забьется с восторгом чувств не для Дудя. А для Дудя А Дудь прям нервно курит в сторонке и рыдает. Действительно, но и это говорит о том, что действительно их это очень сильно задело, то, что они сейчас ищут оправдания и все такое. Это действительно очень сильно ударило по их репутации и будет еще дальше ударять, потому что много чего они наговорили и естественно те, кто против войны, еще больше их стали не уважать, а те кто за войну, я думаю, что теперь уже перестали их уважать, потому что там много пурги было, хотя я не знаю, что там в головах у этих людей, поэтому боюсь делать какие-то прогнозы, но то, что точно они никого на свою сторону не перетащили, свидетели Иеговы, да, точно могу гарантировать, хотя кто знает, может кто-то и согласился, что они правы, кстати, если есть такие, напишите в комментариях, что действительно они вас убедили в том, что надо так именно себя вести, так это воспринимать, да, там еще было много пургину, но слишком много внимания этой парочки, да, по поводу там, там дуть их, кстати, очень хорошо вывел на то, что как только они про Путина говорят, захлопываются, здесь я подтверждаю, там, ну, я не стала уже это вам показывать, но вы и сами это увидите, если просмотрите это интервью, я вам очень рекомендую его пересмотреть, потому что, ну, прям там много, много всего, вот этот вот мусор, который в голове у людей, которые поддерживают это все, он прям наружу, это просто атак, да, но, вы знаете, я еще буквально пару минут вам расскажу, покажу, вот, помните, как в конце, начало и конец, где это, а, вот, начало интервью, в конце интервью, вы обратили внимание, что, вот, он пытался держать лицо, да, то есть, да, он понимал, что не очень красиво все это, но все равно из последних сил пытался держать лицо, вы обратили внимание, вот, они оба находились в стрессе, и как они себя вели, да, то есть, как они дерутся, И вот это вот я решила посмотреть их не натальную карту, а космограмму, где у них находится Марс, как они дерутся, и действительно они полностью подтверждают то, что у них вот прям Марс где находится, значит это у него Марс находится в Ольве, то есть в данном случае понты дороже денег, вот когда у вас Марс находится в Ольве, для вас очень важно вот эту маску поддерживать, то есть вот везде я должен быть главным, я должен быть ясно солнышко, и вот так я буду драться только так, чтобы меня видели с хорошей стороны, да, чтобы освещение было хорошее, чтобы мне красивые фоточки сделали, чтобы потом меня прославляли, вот так дерется Марс во Ольве, а где же Марс у Вики, у Вики Марс в Стрельце, так сейчас подождите, где Марс в Стрельце, вот пожалуйста, он как раз на стыке Скорпиона и Стрельца, но все-таки в Стрельце, и здесь действительно пламенный борец до конца, он будет драться, и ну как бы расстановка сил понятна в этой паре, она дерется, он пожинает лавры, да, вот такая вот у нас парочка сегодня, очень интересная, очень колоритная компания, и знаете, чудовищно, конечно, чудовищно слушать этот весь словесный понос, который они нам с вами вещали почти 4 часа, но слушать надо, ребят, надо понимать, что за каша в головах у этих людей, а для того, чтобы, ну, я надеюсь, что придет время, когда это все, с этим придется сталкиваться, с этим придется работать, потому что, ну, это просто атаст, но пока, пока они считают, что они полностью правы, ну, что поделать, таких уже великовозрастных глупцов переделывать невозможно, поэтому, ну, что поделать, горбатого могила исправит, как говорится, да, значит, ну, что еще, не забывайте поставить лайк этому видео, в поддержку моего канала и поддержку меня, тут, кстати, вышли несколько интересных интервью, о которых вы мне написали, но я вот сейчас занималась этим, а еще я увидела, что певица Максим выпустила интересное интервью, я его даже посмотрела и даже сделала заметки, я уже даже готова его сделать для вас, и еще интересное интервью, это Соловей, профессор Соловей, он сказал, что Путин умер, вот, как бы, вот эти две темы, в комментариях под этим видео, пожалуйста, напишите, какую вы хотите, что вы хотите еще посмотреть, если хотите продолжение этого разбора, пишите об этом в комментариях, в общем, делайте заказы, в любом случае, не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если вы случайно зашли, и вообще, в принципе, я вас очень люблю, благодарю вас еще раз за вашу активность, за то, что вы со мной, за то, что вы ищете истину, за то, что вы не довольствуетесь вот этой кашей, что вы пришли все-таки, надеюсь, в первую очередь поржать над ними, а не принять что-то на веру, да, и вообще, я уверена, что светлые победят, и как бы они ни назывались, вот эти темные, а все равно, знаете, очень хорошо, что люди сейчас показали свои лица, вот это вот действительно очень такое время, которое помогает нам определиться, кто есть кто, ну и что поделать, к сожалению, во многих нам приходится разочаровываться, вот как в этих людях, поэтому вот такая вот история, да, все, я с вами прощаюсь, до новых встреч, люблю вас всех очень сильно, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok